Неизвестно, как завершится сезон в мужском мини-футболе, а вот женщины это сделали максимально эффектно. В Тюмени Кубок России был разыгран в формате финала четырех. Больших сенсаций турнир не принес, зато завершился невероятным по развязке и драматургии сражением, порадовавшим местных болельщиков. Федерации очень многих видов спорта в России знают, что рецепт хорошего проведения соревнований прост – отдать их Тюмени. Вот Ассоциация мини-футбола России велосипед изобретать не стала, отправив к нам финал четырех Женского Кубка России. Основные организационные моменты взвалил на себя флагман женского футзала за Уралом – Западно-Сибирский государственный колледж. По просьбе РФС, Ассоциация мини-футбола России, было обращение к нам. Конечно, мы приняли это приглашение, потому что есть и опыт, и в целях развития женского футбола и мини-футбола на территории Тюменской области, конечно, это важное событие. Поединки прошли в уютных стенах комплекса «Партиком». Первыми паркет опробовали «Пензенская лагуна» и «Урфу» из Екатеринбурга. Уральским спортсменкам даже удалось открыть счет, но затем разница в классе взяла свое. Вице-чемпионки России из «Пензы» забили шесть голов подряд, а победным стало добивание Александры Черновой после удара Ксении Альковой – уроженок Тюмени, начинавших карьеру в родном городе, где у них по-прежнему очень много персональных поклонников. Поблагодарить директора колледжа за прекрасный прием в родном городе. Очень здорово, что приходило, много болельщиков поддерживали, передать словами. Огромное спасибо. Во втором полуфинале действующей чемпионки России и обладательницы Кубка страны из Питерской «Авроры» деловито справились с тюменками из «Апсиб-колледжа». Хозяйки бились отчаянно, а их капитан Александра Самородова ни разу не ушла с паркета за 40 игровых минут, но уровень соперниц был выше 4-1. Поздравляю, конечно, «Аврору». Я думаю, что они заслужили играть в финале, но мы должны работать больше и тренироваться больше на скоростях, которые подходят для того, чтобы играть в финале. На следующий день тюменки вышли на бронзовый поединок с твердым желанием не подтянуть родной паркет без медалей. Уже в дебюте опытная Алена Смирнова оформила дубль, сначала воспользовавшись ошибкой голкипера, а затем умело замкнув прострел с фланга. Быстрые голы всегда хорошо помогают в игре. Главное, хорошо начинать. Заряжены мы всегда на победу. Сегодня готовились, как всегда, как на финал. В «Урфу» усилиями капитана Залии Газимовой удалось отыграть один мяч. Но у Самородовой было свое мнение по поводу того, стоит ли возрождать интригу. Эффектная подсечка и 3-1. А вскоре трехходовка с участием Алины Завьяловой и Смирновой завершилась тем, что Екатерина Круглова спокойно закатила мяч в пустые ворота. После перерыва уральские футболистки попробовали было пойти вперед в пятером, но получили в пустые ворота от Анастасии Гришкевич. Под аплодисменты болельщиков тюменки в жесткой борьбе отстояли право называться третьей командой страны. Сегодня я смотрел, знаете, я просто волновался, какие дичонки удары делают, как говорится, и получают. И, в общем-то, скажу откровенно, они прям как настоящие парни бьются. Даже, я бы сказал, даже еще интереснее смотреть, чем и мужской мини-футбол. В финале сошлись два объективных фаворита турнира. Совсем недавно они били за золото чемпионата страны, где сильнее лишь за счет такой условности, как голы в гостях, стала Аврора. Питерский клуб и в сражении за кубок сделал ход первым. Классный удар уже на пятой минуте удался Елизавете Никитиной, но на сей раз лагуна была настроена неумолимо. Она и так два года подряд отдавала Авроре золото чемпионата, да и кубок не брала с 2015 года. Во втором тайме Мария Самойлова после розыгрыша углового пробила в прикирку со штангой и перевела выяснение отношений в добавленное время, где сама же оформила дубль после того, как ее сестра-близняшка Екатерина отобрала мяч и отдала удобный пас. Голкипер сборной России Анастасия Иванова оказалась бессильна. Я видела, что она уже легла, и я носила, ударила и забила. Мы просто после чемпионата обозлились на них, и мы хотели доказать, что мы лучше них. Вот и мы доказали это. Но и это была еще не развязка. Во втором экстра-тайме Никитина, которая вскоре получит приз лучшего игрока турнира, протащила мяч по центру, отыгралась с партнером и оказалась перед пустыми воротами, но неведомым образом промахнулась. В этот момент стало ясно, что кубок лагуна не упустит. Финальная сирена утонула в ликовании чемпионок. Эйфория, по-другому никак не сказать. Слов мало, одни эмоции. Рады очень. Давно шли к этому титулу. Давно не было у нас высоких трофеев. Все время ограничились вторым местом. Уже надоело. Вот здесь вот это было второе место. Очень рада, что наконец-то смогли завоевать такой долгожданный трофей. На церемонии закрытия были названы лучшие игроки турнира. Мария Самойлова выиграла спортснайперов. Также отметили голкипер чемпионов Марию Сурнину. Защитника УРФУ Залию Газимову и форварда за Тит-Колледжа Анастасию Гришкевич. Последнее представляет молодое поколение тюменских талантов, которые могут многого добиться под началом Самородова и других опытных игроков. Правда, останутся ли многолетние лидеры в команде – пока вопрос. Я думаю, никто не знает и время покажет. Конечно, хотелось бы очень. И девчонки прибавляют, естественно, есть рост. И я думаю, и будущее поколение тоже как бы может быть. Но, естественно, будем стараться. И, как я еще раз сказала, время покажет. Пока же тюменские болельщики радовались и бронзе своей команды, и успеху Ольковой с Черновой в составе лагуны. К слову, именно сибирячкам было доверено право первыми поднять над головой кубок, выигранный в родном городе.